Стефан Францевич Билинский Расстрелян 13 октября 1938 года Пётр Харитонович Холюков 53 года Родился в Смоленской губернии Плотник Ильинского райисполкома Расстрелян 15 ноября 1937 года в городе Калинин Василий Владимирович Владимиров, 42 года Родился и жил в Тверской области Бригадир колхоза Рекорд, деревня Кобылиха Расстрелян 15 февраля 1938 года Я Николай Реонидович Рашевский, 45 лет Родился в Луковыске, Гродинской губернии Преподаватель химии в Ленинградском текстильном институте Расстрелян 27 ноября 1937 года в Ленинграде Георгий Казимирович Мулиц, 22 года Родился в Ленинграде Экономист во 2-м главном управлении Наркомобороны Кома Расстрелян 15 января 1938 года в Ленинграде Андрей Федорович Исаков, 28 лет Родился в Карельской АССР Помощник главного механика Илинского лесозавода Расстрелян 8 июля 1938 года в Ленинграде Лечная память Егор Семенович Кулешов, 32 года Родился и жил в Тверской области Грузчик лесопункта Борки Илинского района Расстрелян 21 октября 1937 года Николай Васильевич Ефимов, 60 лет Родился в Московской области Браковщик на фабрике имени Тельмана Расстрелян 21 сентября 1937 года Борис Викентьевич Грицель, 54 года Слесарь станции Новоторжеская Смоленской области Расстрелян 21 сентября 1937 года в Вязьме Вечная память Василий Иванович Погорельский, 19 лет Родился в Невосибирской области Крестьянин, раскулачен Евдокия Иннокентиевна Погорельская, 22 года Родилась в Севедле Кальлы, Новосибирской области Крестьянка, раскулачена Анна Васильевна Погорельская, раскулачена при рождении Родилась в спецпосределении в Томской области Михаил Васильевич Погорельский, родители были раскулачены Родился на спецпоселении в Томской области Вечная память Иосиф Иванович Лобашов, 60 лет Родился в Санкт-Петербургской губернии Священник Церкви Вознесения Господня В селе Остолопово Авенищинского района Расстрелян 23 марта 1938 года в городе Калинин Михаил Кириллович Романов, 41 год Родился и жил в Тверской области Теплотехник на теплоэлектроцентрале номер 1 Калинин Энерго Расстрелян 24 апреля 1942 года Иван Яковлевич Костин, 49 лет Родился и жил в Тверской области Посадший артели промкооператор в Кимрах Расстрелян 24 марта 1938 года Вечная память Александр Геннадьевич Горшков, 57 лет Слесарем мотофлота города Велиш, Смоленской области Расстрелян 2 сентября 1937 года Василий Яковлевич Чернятин, 49 лет Родился и жил в Тверской области Инженер производственно-технического отдела Расстрелян 2 января 1938 года Андрей Семенович Берколин, 60 лет Родился и жил в Смоленской области Крестьянин-единоличник деревни Долговицы Расстрелян 21 октября 1937 года Вечная память Михаил Андреевич Насимов, 51 год Родился и жил в Тверской области Пастух колхоза Зарья Хутора Малая Ступина Расстрелян 17 августа 1937 года Борис Андреевич Ветров, 60 лет Родился и жил в Калининской области Ермонах крестного воздвиженской церкви В селе Свердлово Расстрелян 17 августа 1941 года Павел Степанович Ожерельев, 45 лет Родился в Грязианской области Старож ТОФО предприятия Васильевский мор Расстрелян 17 августа 1941 года В городе Калинин Вечная память Никита Степанович Скалашихин, 47 лет Родился и жил в Тверской области Рабочий шоссейной дороги Москва-Санкт-Петербург Расстрелян 17 сентября 1937 года Иван Васильевич Пучков, 44 года Родился и жил в Тверской области Соведующий машино-тракторной ферме Колхоза деревни Потвино Расстрелян 17 сентября 1937 года Сергей Иванович Смирнов, 48 лет Родился в Санкт-Петербургской губернии Священник в церкви Троицы живоначальной В селе Алабузино Пешицкого района Расстрелян 17 сентября 1937 года В городе Калинин Вечная память Михаил Сергеевич Сергеев, 46 лет Родился и жил в Тверской области Член колхоза «Трактор» деревни Житниково на Бакарельского района Расстрелян 15 февраля 1938 года Дмитрий Яковлевич Суслов, 62 года Родился и жил в Тверской области Колхозник деревни Якимиха Краснохолмского района Арестован 10 февраля 1938 года Приговорен через три дня 13 февраля Расстрелян 16 февраля 1938 года Иван Васильевич Шемяков, 53 года Родился и жил в Тверской области Единоличник деревни Костино Краснохолмского района Арестован 10 февраля 1938 года Через три дня 13 февраля Приговорен, расстрелян 16 февраля 1938 года Вечная память погибшим от советского террора Александр Михайлович Киль, 64 года Родился в Эстонии Кузнец колхоза «Прогресс» деревни Щелье Расстрелян 7 октября 1937 года в городе Калинин Николай Константинович Сундуков, 46 лет Родился и жил в Тверской области Единоличник деревни Черет Удомельского района Расстрелян 8 марта 1938 года Евгений Григорьевич Григорьев, 41 год Слесарь маслозавода в Вязине, Смоленской области Расстрелян 9 января 1938 года Вечная память Владимир Павлович Богдан Директор школы в деревне Кашкурино Западной, позже Смоленской области Родился в 1908 году В Могилевской губернии в селе Любавичи Нынче Смоленская область Арестован 3 декабря 1937 года По так называемой Латышской операции НКВД Расстрелян 15 марта 1938 года В возрасте 30 лет Иван Артемович Виноградов Рабочий по заготовке фруктов Родился в 1895 году В село Степурино Тверской губернии Арестован 6 августа 1937 года Обвинен в контрреволюционной Агитации Приговорен тройкой Управления внутренних дел По Калининской области 22 августа 1939 года И расстрелян 25 августа Того же года В возрасте 42 лет Фома Викентич Битный шляхту Он же Битно шляхто Шляхту Лесоруб В вопросе Родился в 1898 году В деревне Зыколино Под Смоленском По национальности поляк Арестован 19 июля 1937 года Осужден двойкой Прокуратуры СССР И НКВД СССР 21 сентября Того же года И расстрелян На четвертый день 25 сентября В возрасте 39 лет Вечная память Поликарп Степанович Щербицкий 38 лет Родился в деревне Покрашево Греевского района Минской области Полхозник Полхозий Путиловец Расстрелян 20 февраля 1938 года В Минске Эдуард Христокорович Альпин 32 года Родился в поселке Наще В Новгородском районе Ленинградской области Студент Высшей сельскохозяйственной школы Имени Кирова Расстрелян 4 января 1938 года В Ленинграде Иван Давыдович Щербаков 49 лет Родился в деревне Тарас Вятской губернии Кузнец в деревне Нагорная Ивановка Расстрелян 8 сентября 1937 года В Таре Омской области Вечная всеми память Илья Измаилович Степанов 44 года Родился и жил в Тверской области Царо Шпиновского леспромхоза Расстрелян 3 ноября 1937 года Михаил Никитович Журавлев Расстрелян 31 декабря 1937 года Иван Петрович Борисов Родился и жил в Тверской области Член колхоза имени Николая Ижова Расстрелян 31 мая 1938 года в городе Калинин Александр Сергеевич Завьялов 49 лет Родился и жил в Калининской области Составитель поездов на станции Академическая Расстрелян 4 декабря 1937 года Павел Васильевич Васильев 40 лет Родился в деревне Дедково Смоленской области Крестинин в колхозе имени Тельмана Расстрелян 4 ноября 1937 года Иван Кузьмич Петров 30 лет Родился в Московской области Счетовод Савеловского механического завода Расстрелян 28 февраля 1938 года в городе Калинин Василий Андреевич Куликов 43 года Родился и жил в Тверской области Чернорабочий на кирпичном заводе в селе Медное Расстрелян 28 июля 1941 года Александр Степанович Пыльников 52 года Родился и жил в Тверской области Кладовщик колхоза Волна Революции Расстрелян 29 декабря 1937 года Я хочу добавить это Можно? Нефельд Карл Карлович 1918 года В 1937 году был приговорен к пяти годам Лишения свободы и погиб в Ухте В 1943 году Матвей Яковлевич Герм Борисович Скоритет Борисович Германия Расстрелян 22. октября 1938 Ленинград Петр Афанасьевич Соколов, 56 лет. Родился и жил в Сверской области, печник по найму деревни Печниково-Каменского района. Расстрелян 29 декабря 1937 года. Иван Порфирьевич Шишков, 59 лет. Родился и жил в Тверской области, рабочий совхоз за 8 марта. Расстрелян 29 сентября 1937 года. Казимир Карлович Витковский, 61 год. Родился в Польше, техник 7-й железнодорожной дистанции пути. Расстрелян 3 марта 1938 года. Шленин Камалия Егоровна, 52 года. Проживала в немецкой деревне Еленендорф, Азербайджан. Рабочая государственного отрезка совхозов Азербайджана. Выслано на спецпоселение с семьей по национальному признаку, как немка. Шленин Катилия Генриховна, 15 лет. Родилась в немецкой деревне Еленендорф, Азербайджан. Учащаяся от школы. Выслано на спецпоселение с семьей по национальному признаку, как немка. Шленин Катилия Генриховна, 19 лет. Проживала в немецкой деревне Еленендорф, Азербайджан. Кассир. Выслано на спецпоселение с семьей по национальному признаку, как немка. Александр Павлович Немилов, 59 лет. Родился и жил в Тверской области. Сторож Ржевской промартели имени 10-го съезда в ЛКСР. Расстрелян 27 ноября 1937 года. Александр Александрович Климаков, 55 лет. Родился и жил в Тверской области. Колхозник хутора Каменка, Погорельского района. Расстрелян 27 сентября 1937 года. Тимофей Иванович Меркурьев, 36 лет. Родился и жил в Тверской области. Плотник базы номер 19 в Старой Торопе. Расстрелян 28 марта 1938 года. Вечная память. Мирон Семенович Семенов, 60 лет. Родился в Большой вилле Аликовского района Чувашии. Священник в церкви села Байглачево. Расстрелян 9 января 1938 года в Казани. Вавил Никифорович Пашин, 56 лет. Родился в селе Ищенино Тамбовской области. Рабочий в мукомольном заводе номер 18 в городе Аркадаки. Расстрелян 23 декабря 1937 года в Балашове. Никифор Григорьевич Давыдовский, 54 года. Родился в деревне Трухановичи Минской области Грецкого района. Колхозник в колхозе Комунар. Расстрелян 28 октября 1937 года в Слуцке. Павел Лаврентьевич Ульянов, 48 лет. Родился в Мамадыше. Преподаватель РАПФА Ководников в Горьковском институте инженеров водного транспорта. Расстрелян 26 сентября 1937 года в Казани. Оскар Карлович Ульве, 55 лет. Родился в Финляндии. Мастер в бумажном комбинате Кандапоге. Расстрелян 14 октября 1938 года в окрестностях Петрозаводска. Владимир Алексеевич Белугин, 32 года. Родился в Туле. Управляющий вдаль снабсбытия. Расстрелян 7 октября 1938 года в Хабаровске. Андрей Львович Уваров. Мой прадед. Осужден по 58 статье. Наказание отбывал на Беломорканале. Юрий Кагбе. Мой двоюродный прадед. Осужден по 58 статье. Наказание отбывал в Экибастусе вместе с Солженицыным. Включен в число тайных помощников Солженицына. После освобождения хранил фотокопии романа «Один день» Ивана Денисовича. Ивана Денисовича. Ивана Денисовича. Дубанович, 35 года. Георгий Кагбе. Георгий Кагбе. Мартин Филиппович Фридрих. 41 лет. Мастер на фабрике «Парижская коммуна» в Высшем Волочке. Расстрелян 24 февраля. Борис Сергеевич Сдор. 28 лет. Родился в Твери. Красноармеец 260-й стрелковой дивизии. А до мобилизации директор розничной сети «Калининского мясотреста». Расстрелян 25 февраля 1942 года. Антон Иванович Андреев. Тоже 28 лет. Родился в деревне Березкино в Смоленской области. Военный техник 13-й истребительной эскадрильи. Расстрелян 26 августа 1937 года. Мой пермский список возвращения имен. На этот раз там пять одинаковых фамилий. Все они из Кудымкарского района Компермятского национального округа. Кудымов Степан Петрович. 41 год. Он был щитоводом в Усть-Зулинском Сельпо. Расстрелян 4 ноября 1937 года. Кудымов Матвей Федорович. 59 лет. Крестьянин-единоличник. Расстрелян 29 сентября 1937 года. Кудымов Николай Гаврилович. 46 лет. Член колхоза. Расстрелян 10 ноября 1937 года. Кудымов Михаил Федорович. 58 лет. Колхозник Верхнелобановского завода. Колхоза. Расстрелян 29 сентября 1937 года. Кудымов Иван Федорович. 45 лет. Колхозник. Расстрелян 10 ноября 1937 года. Петр Николаевич Авдеенко. 47 лет. Родился в деревне Смородинка. Смоленской области. Был бригадиром в колхозе Красные горы. Расстрелян 28 октября 1937 года. В Смоленске. Иван Иванович Харитонов. 60 лет. Родился и жил в Тверской области. Продавец сельфов в деревне Большое Котепково Погорельского района. Расстрелян 28 февраля 1938 года. Филипп Павлович Сапелов. 62 года. Родился и жил в Тверской области. Сторож раздевалки в Ржевской городской бане. Расстрелян 28 февраля 1938 года. АпоЛон Василиевич Киргизов. 36 лет. Савар Шапирович Шапиров, 66. Er ist 60 Jahre, geboren im Dorf Nowyar-Itschukali, Bezirk Droschchanowsk, Tatarische Autonome Sowjetrepublik. Wohlhabender Bauer, Händler von Niederbach, erschossen am 4. Januar 1938 in Spassk, der Tatarischen Autonomen Republik. Андрей Якулович Йордан, 31 лет, born in Marino, в городе Успенский, работа в Армавир, erschоснан на 31.07. 1938, в Краснодар, был в свободе. Михаил Семенович Каспарович, 40 лет, родился в Виленской губернии, коню в колхозе имени РККА, расстрелян 18 июня 1938 года, в Камне на Оби. Егор Егорович Егоров, 50 лет, родился и жил в Тверской области, единоличник деревни Чуйково, арестован 21 декабря, расстрелян через неделю, 29 декабря 1937 года. Полина Андреевна Грислис, 43 года, родилась и жила в Смоленской области, работница колхоза имени 12-летия октября, расстреляна 11 февраля 1938 года. Харитон Тимофеевич Золотарев, 59 лет, родился в Курской губернии, без определенных занятий, расстрелян 29 марта 1938 года в Барнауле. Людвиг Христианович Реслер, 39 лет, родился в Херсонской губернии, председатель в колхозе «Колонист», расстрелян 16 октября 1938 года в Уссурийске. Иван Степанович Козин, 37 лет, родился и жил в Пензенской области, крестьянин села Малая Сердоба, обвинялся в том, что клеветал на сталинскую конституцию, опошлял вождя народа. Расстрелян 31 декабря 1937 года. Алексей Константинович Козлов, 46 лет, родился и жил в Тверской области. Экспедиция новоторжевского отделения Калининского автогуштреста. Расстрелян 28 марта 1938 года. Василий Егорович Гурдаюн, 59 лет, родился в Тверской губернии, вождик буфета железнодорожной станции «Торжок». Расстрелян 28 марта 1938 года. Петр Иванович Большаков, 50 лет, родился и жил в Цове Калининской области, рабочий по погрузке конторы «Россортфонд». Расстрелян 28 марта 1938 года в городе Калинин. Вечная память и вечное проклятие палача.